Еще одна дополнительная неделя на то, чтобы закупиться попкорном. На канале Матч ТВ сообщили, что встреча Хабиба и Конора лицом к лицу состоится 13 сентября, а не 6, как заявляли ранее. О причинах переноса никто не говорит, однако есть предположение, что дело в Коноре Макгрегоре, который не особо-то и горит желанием раскручивать их бой с Хабибом. Об этом и многом другом поговорим в сегодняшнем выпуске. Конечно, встреча 13 сентября – это небольшой пресс-тур по городам, которого мы все так ждали, но хоть что-то. Нас ждет яркая рубка, и не факт, что только вербальная. Посудите сами, Хабиб молод и горяч, а Конор способен затроллить любого. Вот и получается, что в очной встрече конфликт может вспыхнуть, как спичка. Поединок уже давно считался одним из самых интригующих, что называется «пока на бумаге». Один искусный ударник, другой – главный доминатор категории в плане борьбы. А началось все, как ни странно, с дружбы и уважения. Еще когда ирландец покорял полулегкий вес, а россиянин только появился в легком, оба бойца хвалили друг друга. На одной из пресс-конференций в 2015-м Макгрегор даже предрек чемпионство Нурмагомедова. Но вернемся в наше время. Известный журналист Дэйв Мельцер пишет, «Одна из причин, по которой вы не видите интервью Конора Макгрегора, это его нежелание их давать. Нет забронированных пресс-конференций, потому что Конор не соглашается присутствовать на них». Руководство UFC огорчено отношением Макгрегора, пишет журналист. Что касается файт-карда UFC 229, его уже разместили на официальном сайте UFC. Сейчас он появится у вас на экране. Как видим, хедлайнеры турнира все те же, Конор и Хабиб, а в Комиин-Ивенте мы увидим возвращение эпатажного американца Тони Фергюсона, соперником которого станет Энтони Пэттис. Большой интерес к этому поединку еще из-за того, что неофициально он считается претендентским, и, соответственно, победитель боя Фергюсон Пэттис выйдет на победителя боя Конор Хабиб. Мой подписчик пишет, «Этот бой уже как личность, про которую говорят в представлении, не нуждается». И ведь, правда, с этим сложно поспорить. Вспомните нападение на автобус. Судебный процесс, оскорбление близких и родственников в Инстаграме. Я думаю, что у этого боя уже такая предыстория, что куда уж еще больше его раскручивать. Выходит так, что своим нападением на автобус Конор Макгрегор уже сделал раскрутку поединку. Именно тогда, 6 апреля, началось реальное продвижение этого боя. Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым можно обзывать как угодно. Бой года, бой века, самый большой бой в истории ММА, самый денежный бой в истории ММА. И сложно сказать прямо сейчас, какая из этих формулировок неверная, они все правильные. Дана Уайт, президент UFC, быстро понял, что нужно толпе. Они хотят большое шоу. У тебя может быть рекорд из 5 побед подряд. Ты можешь быть действительно лучшим в октагоне, но если ты не продаешь себя и твои рейтинги малы, можешь забыть о чемпионском поясе. Это точно не про Хабиба и Конора. Вот как раз именно они и обеспечат Данилу Уайту отличное настроение, в том числе и финансовое. К слову, уже известно, что Хабиб заработает за бой с Макгрегором сумасшедшие деньги. Али Абдул-Азиз, это менеджер Хабиба, заявил, что это будет рекордная для любого российского бойца сумма. По его словам, Хабиб заработает не меньше 10 миллионов долларов. А вот Конор Макгрегор, который еще недавно в бою с Мэйвезером заработал 100 миллионов долларов, в этот раз явно тоже останется доволен. Правда, цифру его гонорара не называют. Хабиб вообще всю карьеру утверждал, что деньги для него не имеют никакого значения. Главное драться. Но в последнее время все чаще он стал упоминать свой гонорар. Многие связывают это с арестом миллиардера Зевудина Магомедова, который был главным спонсором бойца. Что касается формы Хабиба, большой соблазн назвать его фаворитом этого противостояния. За Нурмагомедова говорит сумасшедшая форма, которую он набрал в последних поединках. Его победная серия длится, начиная с его первого профессионального боя, который прошел еще в далеком 2008 году. По сложной список Хабиба 26 побед, 10 из которых в UFC. Если говорить о подготовке Хабиба, то никаких изменений в его лагере не было. Сборы начались в Дагестане, а их основная часть сейчас проходит в Калифорнии в зале Ака, где Хабиб работает, не покладая рук. У Конора Макгрегора все в точности наоборот. Он не выходил на бои в октагон с ноября 2016-го. Его подготовка тоже особо не отличается оригинальностью. Единственное, что он сейчас больше делает упор на борьбу. Тем временем, многие фанаты не верят в то, что этот бой все же состоится. Они пишут, что 146% не состоится. Не поверю в это, пока у бо бойца не выйдут на взвешивание. Это сейчас самая популярная реакция фанатам на объявление боя Хабиба и Конора. Практически никто не верит, что поединок удастся организовать с первого раза. Дана Уайт это все должен прекрасно понимать. Бросать свою главную звезду сразу под Хабиба, как мне кажется, это очень опасно. Да и какой в этом смысл? Если разговор о деньгах, то перед Хабибом Макгрегор может подраться 1, 2, 3 раза и сделает на этом кассу для UFC. Но в этом случае Конор не будет рисковать так, как сейчас. Вот именно этот риск наталкивает на мысль о том, что поединок может сорваться. Но если поединок состоится, Матч ТВ обещает показать его в прямом эфире, на кону будет стоять чемпионский пояс, который сейчас в руках у российского бойца. В какой форме Конор подойдет к бою? Будет ли он драться открыто или сосредоточиться на обороне от тейкдаунов? Уберет ли руки за спину во время поединков? К сожалению или к счастью, большинство вопросов адресованы сейчас именно Конору Макгрегору. Таким образом, все самое интересное начинается прямо сейчас. Пресс-конференция даст ответы на многие вопросы. Напомню, она состоится 13 сентября в Нью-Йорке. И уже там будет настоящий взрыв как для болельщиков, так и для кульминации этой драмы. Это будет настоящая бомба. Не пропустите. Внимание, конкурс. Условия до нельзя простые. Вам надо подписаться на инстаграм-канал Голос ММА. Оставить комментарий под свежим постом. И уже в следующее воскресенье мы определим сразу троих победителей, которые получат под тысячу рублей. Всем удачи! Ну что, друзья, спасибо вам за просмотр этого выпуска Голос ММА! Увидимся уже в следующее воскресенье. С вами был я, Андрей Антонов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! И победитель нашего конкурса – Кантик Волк! Поздравляю! Приствой!